Игромания представляет Начался месяц с изрядно запоздалой англоязычной версией мрачной и жутко атмосферной визуальной новеллы Ханачирас от знаменитой в своей нише студии Нитро Плюс. Кровавая история мести в альтернативной Японии получит новую волну читателей. Не менее мрачен и проект «Уайт Найт» — это черно-белый хоррор, навеянный нуаром 30-х годов. На борту джаз, безысходность и блуждание по мрачному особняку. Роковую красотку можно искать уже с 3 марта. В этом месяце нас ждет большая часть эпизодической Resident Evil Revelations 2. Второй эпизод будет доступен 4 марта, а дальше — по одному на неделю. В конце месяца и порешим, достойно ли новинка обошлась с королевским хоррором. 4 марта покажет, что нафантазировали создатели Мэжика в сеттинге «Кооперативный отстрел пришельцев». Грядет порция садистского веселья. «Зоу Сим Шелтер 2» стартует 9 марта и поместит игроков в шкуру ответственной рыси, которой предстоит выходить, обучить и защитить своих детенышей. Ми-ми-ми! Чего ждать от порта «Небрежный Assassin's Creed Rogue» игроки и так давно знают. Всего того же самого. Если приключения капюшонистых убийц еще не набили невыносимую оскомину, отметьте на каиндаре 10 марта. Для тех же, у кого вкусы подемократичней, 10 марта подарит долгожданную Dreamfall Chapter с букту «Rebels». Бесконечное путешествие Зои продолжается в городе Меркурия. Дикая, но симпатичная Cities Skylines обещает нам лучшую вариацию на тему SimCity. По крайней мере, на нынешнем безрыбье. А уж получится или нет, узнаем опять же 10 марта. А для любителей миров, живущих исключительно в чьей-нибудь больной голове, подоспеет второе DLC для The Evil Within The Assignment. Аддон расскажет о Джули Кидман, напарнице главного героя, и о ее связи с Мебиусом. Игра сконцентрируется на скрытности и разогреет нас перед выходом третьего дополнения, которое тоже обещано весной. Вышла на финальную прямую и Hotline Miami 2 Wrong Number. Больше безумия для Бога безумия. Все как в наших самых кислотных мечтах. Orient The Blind Forest появится на прилавках 11 марта. А мы уже заочно обожаем ее. Как можно не любить дизайн в лучших традициях Хаяо Миядзаки и геймплей в стиле классических платформеров? Тогда же нас ждет и креативное дополнение для Far Cry 4. Valley of the Yetis. И без того, маниакально проработанная фауна игры пополнится большими, злыми и мохнатыми монстрами. Сидмейер Старшипс продолжит линию последней цивилизации. Только на сей раз игрока не ограничат в колонизации планеты. Мы получим в распоряжении целый космический флот и будем покорять море звезд. Стартуем 12 марта. Выйдет англоязычная версия PS3 эксклюзива от Илья Шелли, Alchemist of the Dusk City. Неплохой японской ролевой игры для тех, кто соскучился по хорошей дозе кавайных анимешных девочек. Релиз экшена Devil May Cry Definity Edition был перенесен аж на неделю раньше. И теперь гордые владельцы консолей нового поколения увидят ДМС во всей улучшенной и дополненной красе. Battlefield Hardline призвано освежить впечатление игроков от вставшей на конвейер серии. В обоими у нее свежий сеттинг, копы против бандитов и нелинейная кампания. Не окажется ли игра Battlefield 4 в профиль, станет ясно уже 17-го числа. Оставленная на конец месяца Final Fantasy Type-0 HD, пусть и хороша собой, но куда сильнее, интригует обещанной демо-версии Final Fantasy XV. По меньшей мере, игроков ждет одна великолепная финалка, а если повезет, то еще и кусочек потенциального хита. Тем временем, владельцы Вью получат очередную порцию старого доброго водопроводного счастья. Марио Пати 10 сулит массу веселья и позитива фанатам нестареющего усача. Borderlands The Hatsome Collection, грядущая в конце марта, объединит в себе лучшие версии последних игр серии. Коллекция будет доступна и на PS4, и на Xbox One. Один из главных эксклюзивов для PS4 Bloodborne уже почти готова окунуть нас по локоть в собственную кровь, заставляя умирать от полчища кошмарных тварей в антураже викторианской Англии. Никаких пряток за щитом. Единственный путь к выживанию — это перехватить инициативу, став главным зверем среди зверей. Точите клыки и готовьте кошельки! Долгожданная Pillars of Eternity покажет, за что едят свой хлеб Obsidian Entertainment последние годы. Игра делается по всем канонам Baldur's Gate и обещает окунуть в прошлое, когда трава была сочной, лица квадратными, а ролевые игры чистокровными. Ждем 26 марта! Очередная обновленная версия эротичного файтинга Dead or Alive 5 Last Round доберется 30 марта и до персональных компьютеров. Разминайте пальцы в предвкушении бойни и готовьтесь созерцать ее красоты! Наконец, марта обещан и другой привет из прошлого — самородный сайдскроллер Axiom Verge, который заставит прослезиться всех давних фанатов Метроида. Будем надеяться, у него все получится. Порт самурайного симулятора Way of the Samurai 4 все переносится и переносится. Будем надеяться, что уже в марте наш бравый Ронин таки доберется до релиза и предоставит ПК игрокам решить судьбу очередного японского города. К всеобщему облегчению отсрочка второго эпизода обаятельной Life is Stange оказалась не столь страшной. Неделю-две, не больше. В конце марта разработчики покажут нам, был ли завораживающий первый эпизод удачной случайностью или можно всерьез ждать от Life is Stange одну из лучших интерактивных драм года. Мы ставим на второе. Вот и все самые достойные релизы, которые обзавелись точными, ну или хотя бы приблизительными датами выхода на первый месяц весны. Подробнее о представленных играх вы сможете узнать в наших других сюжетах и текстах на сайте, в журнале или канале YouTube. На этом все. Играйте только в лучшее!